Бисмиллах, альхамду лиллах, салату ассаламу аля Расуллиллах, аля алиху асхабе, аману аля маба. На прошлом уроке начали разбор вопросов мухассасат и закончили его, то есть о том, что являются конкретизирующими элементами раздельными, которые приходят в раздельных контекстах. И указали на то, что автор книги привел 9 конкретизирующих элементов, относительно некоторых из них мы согласились с автором, относительно некоторых с автором не согласились. Так вот, сегодня продолжаем разбор следующих вопросов, которые касаются конкретных частных контекстов Альхас. Говорит автор книги Софиудин Альханбали, «Вояджуз аль-Тахсис» или «Вояджуз у Тахсис аль-Умум или Аль-Вахид» и «Разрешено сокращать общность до одной единицы». То есть помните или нет, когда мы говорили, когда мы говорили, не пришел ко мне никто, не пришел ко мне никто, это общность. То есть, вот это вот понятие общности включает в себя все единицы, то есть вообще никто к тебе не пришел. Можно ли сократить эти единицы так, что останется только одна единица под общим постановлением? Если скажешь, я дал тебе 100, кроме 99, остается только одна единица под общим постановлением. То есть, это пример не совсем правильный, потому что общность не касается чисел, но просто для того, чтобы лучше понять, что значит остается только одна единица из общего постановления. Когда ты говоришь, я дал тебе 100, кроме 99. Сколько осталось единиц под моим первоначальным постановлением, что я тебе что-то дал? Так, только одна единица. Говорит, разрешено сокращение общности до одной единицы. Так, можете у себя подписать то, что вот этот вопрос не несет никакой практической пользы на практике. Поэтому смысла от нее, то есть и узнавания правильного ответа в ней, большого нет. Говорит и второе мнение в этом вопросе, Которого придерживался Ар-Рази, имеется в виду не Фахруддин Ар-Рази, а Абу-Бакр Аль-Джасас Аль-Ханафи. То есть Аль-Джасас Аль-Ханафи, один из ханафийских ученых. А также Аль-Кафал, которого звали Абу-Бакр Мухаммад Ибн Али Аш-Ша-Ша. Аш-Ша-Ш это Ташкент. А также Аль-Газали, имеется в виду известный Аль-Газали Абу-Хаммед. Они сказали, нет, невозможно сокращение общности до одной единицы. Но возможно сокращение общности до минимального множественного числа. И сказали, относительно этого вопроса есть разногласия. Сколько это минимальное множественное число? Три или два? И большинство ученых считают, что это три. Поэтому отсюда получается, что второе мнение в этом вопросе, то что сокращение минимальное или сокращение общности можно лишь до трех единиц. Меньше трех единиц это уже невозможно. Почему они так сказали? Потому что сказали, одна единица, одна единица не может заключать в себе общность. Потому что одна единица не делится, не дробится. То же самое две единицы. Сказали, две единицы хотят рыбиться по одной по одной, но также не заключают в себе общность, потому что общность несет в себе смысл множественности, а два не описывается множественностью. Понятна их логика или нет? Так, это два мнения в этом вопросе, и Аллаху Алям, который из этих мнений является правильным. И на самом деле никакой пользы, как мы сказали, практически от этого правильного мнения нет. Поэтому оставим этот вопрос и перейдем далее. Говорит, вот этот вопрос уже будет важнее, нежели вопрос первый. И говорит, при этом, конкретизированная общность является доводом у большинства ученых. Хилафан ля аби Саур в Айса ибн Абан, в противоречии Абу Сауру и в противоречии Айсе ибн Абану. Нам Абу Саур один из шафиитских ученых. Нам сначала был ханафитом, сначала был из асхаба Раи, потом, когда встретился с имамом Шафии, перешел, отказался от воззрения, то есть отказался от чего, от ханафитского мазгава и перешел в мазгаб шафиитский. То есть последовал за хадисом, а не за мнениями. Это Абу Саур. И затем, то есть достиг уровня великого ищиада, так что у него или он считается одним из тех, которые заслуживают носить название родоначальников собственного мазгаба. То есть про него говорят, что он шафиит, а некоторые говорят, что он не является шафиитом, но заслуживает того, чтобы быть родоначальником и зачинателем своего собственного мазгаба. А Айса ибн Абан, это кто у нас? Айса ибн Абан, это ханафит, то есть ханафит. То есть смотри, что этот вопрос означает. Если у нас Всевышний Аллах говорит, Люди должны совершить ради Всевышнего Аллаха хач к дому. Вот этот вот контекст является каким? Является общим контекстом. Отсюда берется, что все люди, все люди обязаны совершить хач к дому. Видишь, слово аннас, нас пришло чем? С алифлян впереди. Оно указывает на общность. Валиллахи алян нас. Все люди перед Аллахом обязаны совершить хач к дому. Теперь в этом же контексте Всевышний Аллах конкретизирует это свое общее заявление. И говорит, Это касается тех только людей, которые способны проделать путь хаджу. Отсюда что ты понимаешь? Что первая общность оказалась конкретизированной. И получилось, что совершать хач к дому Всевышнего Аллаха обязаны только те люди, которые описываются определенным описанием. А это тем, что они способны совершить дорогу хаджу. Так вот, вопрос заключается в чем? Мы говорим, что эти люди, которые способны отправиться в хаджу, на них накладывается постановление обязательности совершения хаджа из общности контекста или накладывается каким-то другим образом. Говорит, Говорит, И общность, общность, то есть, конкретизированная общность, является доводом у большинства ученых. Противоречие Абу Сауру и Иси ибну Аббану. То есть смотри, Что отсюда получается? Некоторые сказали, как это приписано здесь к Абу Сауру и Иси ибну Аббану, то, что если общность конкретизирована, то вот оставшаяся общность, которая остается в своем постановлении, она уже теряет силу и перестает быть серьезной действующей общностью. Как это понять? Вот смотри, Всевышний Аллах говорит, все люди должны совершить хадж к дому. Это общность или нет? Это общность. Теперь представим, что эта общность оказалась конкретизированной. Общность оказалась конкретизированной. Кроме тех, которые способны проделать путь к хаджу или к дому. Вот эти вот, кроме тех, которые способны проделать путь к хаджу. Это остаток от общности или не остаток? Остаток от общности. Они входили в общее постановление или нет вначале? Входили в общее постановление. После конкретизации они остались под постановлением или не остались под постановлением? Они остались под постановлением. Правильно или нет? Смотри, Всевышний говорит, все люди должны совершать хадж. Потом указал, что совершать хадж должны только те, Вот эти вот те, которые имеют способность. Изначально под общее постановление входили или нет? Входили. Все входили. Они и другие. Потом другие оказались исключенными. Те, которые не способны, оказались исключенными. А эти, которые способны, так и остались под чем? Под общностью. Вот теперь вопрос. Они вот эти, которые остались под общностью, на них распространяется постановление о том, что они должны совершать хач. Из-за чего? Из-за общности или не из-за общности? Мы говорим, как говорит большинство ученых в этом вопросе, что они обязаны совершать хач из-за общности. То есть вот эта общность, которая осталась после конкретизации, она сохраняет свою силу и сохраняет свое качество оставаться доводом, является доводом. Понятно или нет? А от Абусаура и от Иса ибн Аббана приходит мнение о том, что вот эта общность уже не является доводом шариати. Ясно или нет? Ты не имеешь права приводить это как довод и говорить, они остаются под общим контекстом, поэтому на них распространяется постановление. Усвоили или нет? И это мнение является каким? Неправильным. Правильным мнением является мнение большинства ученых, заключающееся в том, что общность остается в своей силе, даже если она конкретизирована. Даже если она конкретизирована. И сила общности удаляется только от какой части? От тех единиц, которые конкретизированы. От них общность уходит. Так или нет? Потому что они выведены из постановления общности. То есть те, которые не способны совершить хач, как в нашем примере, они выводятся из общности постановления о том, что они обязаны совершать хач. Поэтому на них общность не распространяется. Но на тех, которые способны, общность продолжает сохраняться, общность продолжает распространяться и постановления из него выводятся как из общего контекста. И относительно этого следуют все правила, которые мы применяем к общим контекстам. Это иншаллах усвоили. И это мнение является верным. Так что даже имам Аш-Шаукани сказал относительно этого, а относительно этого нет никакого сомнения и этого сомнения быть не может. И здесь можете у себя подписать, что шейх Аш-Шисри в своем шархе опровергал или порицал то, что Софьюдин Аль-Ханбали приписал это мнение к Абу-Сауру и к Иисе Ибн Абану. То есть противоположное мнение. Говорит, что касается Абу-Саура, то он из первых ученых. И в те времена такие вопросы еще не рассматривали. Поэтому неправильно говорить, что он придерживался противоположного, противоречащего большинству ученых мнения в этом вопросе. Что касается Ииса Ибн Абана, то помните, раньше мы указывали его мнение на одном из прошлых уроков. Мы указывали его мнение. Может ли Кияс конкретизировать общий контекст? Какой ответ был в этом вопросе у Иисы Ибн Абана? Мы говорили, что он говорил, что Кияс может конкретизировать такой общий контекст, который уже чем-то конкретизирован. То есть его общность ослабла. И он уже чем-то конкретизирован. Кияс в этом случае доходит до уровня силы такой, что он может конкретизировать этот контекст также в свою очередь. Отсюда что берется? Что он оставляет общность на своей силе или оставляет общность в действии, даже после того, как она конкретизирована. Как будто бы непонятно. Так давайте относительно Ииса Ибн Абана разберем заново. Смотри, Ииса Ибн Абан, к нему имам Сафиудин Аль-Ханбали приписал мнение, что якобы Ииса Ибн Абан говорит, что если общность является конкретизированной, то все, общность перестает действовать. То есть как будто бы этой общности вообще никогда не было. Она не берет, как называется, силу общности. Все, она не является общим контекстом. Мы говорим это неправильно. Это мнение приписать к Иисе Ибн Абану является неправильным. Потому что на прошлом уроке мы же сами про Ииса Ибн Абана что говорили? В вопросе, может ли Кияз конкретизировать общий контекст, А Иисе Ибн Абан говорил, да, Кияз может конкретизировать общий контекст, если он уже конкретизирован чем-то другим. Почему так? Помните, мы говорили? Потому что он говорил, Кияз не может конкретизировать общий контекст сам по себе, потому что общий контекст слишком силен, чтобы Кияз смог его конкретизировать. Но он может его конкретизировать, только если эта общность ослабла тем, что она уже конкретизирована чем-то другим. То есть, помните, во время книги «Усульмин» и «Усульмин» мы брали эти два понятия. Ничем не конкретизирована общность и общность, которая конкретизирована чем-либо. Какая из общностей сильнее, а какая слабее? Общность, которая осталась на своей общности и ничем не раздроблена, ничем не конкретизирована, мы говорили, сильнее, чем та общность, которая ослаблена уже конкретизацией, которая пришла к ней с разных сторон. Так или нет? Так вот здесь Иса ибн Абан взял эту логику. Говорит Кияс, это слабый довод. Он не может конкретизировать общность, которая ничем не конкретизирована, потому что она слишком сильна. Но общность, которая уже чем-то конкретизирована, Кияс может ее конкретизировать, потому что эта общность уже слаба. Отсюда ты понимаешь, что Иса ибн Абан считает конкретизированную общность за довод, но просто считает за довод какой? Ослабленный. Он не говорит, что он вообще не довод и вообще не действует. Он говорит, нет, действует, но действует ослабленно. Слабее, чем та общность, которая не конкретизирована ничем. Ясно или нет? В общем, итог то, что приписывание этого мнения к Иса ибн Абану является неправильным. И он тоже считал, что общность после конкретизации остается как довод и действует как довод, хоть он и является ослабленным. То, что он является ослабленным, с этим мы не спорим. И действительно говорим, что общность, которая чем-то конкретизирована, слабее, чем общность, которая не конкретизирована ничем. Так, этот вопрос, иншаллах, ясен. Далее говорит Омингу из этой же главы Аль-Истисна. То есть, автор книги Сафиуддин Аль-Ханбали, когда говорит, из этой же главы, либо имеет в виду из главы мухассасат, из главы конкретизирующих элементов, либо имеет в виду из полезного каляма. То есть, раньше, помните, еще далеко, за несколько уроков до этого он начинал главу или начинал раздел калям, аль-каляму л-уфит, что такое полезное слово, и приводил под ним разные разделы. Возможно, он возвращает это слово к далекому, а возможно, возвращает к близкому. И может быть, что он возвращает к близкому, что истисна это из мухассасат. В действительности, естественно, это из конкретизирующих элементов. Но оно из конкретизирующих элементов каких? Муттасыля, лейсат монфасыля. То есть, которые приходят в самом контексте сразу же, а не отдельно. То есть, за это он приводил 9 конкретизирующих элементов, которые являются какими? Мунфасыля, приходящими отдельно от контекста, который конкретизируется. Мы говорили, что он не упомянул какие? Он не упомянул муттасыля. Совместные конкретизирующие элементы, как исключение, или как условие, как описание и тому подобное. Вот теперь он начинает разъяснять Истесна, не как отдельный раздел, а просто заодно по пути. Говорит Уамину Аль Истесна, и из этой же главы Аль Истесна, то есть исключение. Как мы говорили и брали определение того, что такое Истесна, говорили то, что Истесна в арабском языке, это что такое? Это Аррадду или Ауду Ашей или Балдышей или Балдыхи, это возвращение части вещи к ее второй части, то есть как бы завивание, так как бы завивание от этого слова, слово Аль Истесна, слово Сунья или от слова Сани. А в терминологии, как мы говорили, что такое Истесна, говорили Истесна это Ихраджу Балда Афрадил Ам би Илла Ауихда Ахавати, это когда ты исключаешь некоторые единицы общего контекста посредством использования частицы Илла, кроме, или одной из ее сестер, как Сиуа или Гаиру, или что-либо подобное. То есть, если ты говоришь, ко мне пришли студенты, кроме Зайда. Здесь, ко мне пришли студенты, является чем? Общим контекстом. Потом приходит, кроме Зайда, вот это является чем? Исключением из общего контекста. Это исключение является ничем иным, как конкретизацией. Понятно или нет? Или если ты говоришь, ко мне не пришел никто, кроме Зайда. Ко мне не пришел никто, кроме Зайда. Это тоже является чем? Конкретизацией общего твоего первого заявления. Так вот, говорит, что такое естественно. Теперь автор книги будет давать определение тому, что такое естественно. Говорит, а это слово. И этим самым автор книги, Софиудин Аль-Ханбали, хочет указать на то, что в основном у ученых Усул-Ульфих считается, что исключение производится только словесно. Либо частицы Илла, либо Сиуа, либо Гаиру и тому подобное. Но, можете отметить, что некоторые из ученых Усул-Ульфих говорят, что иногда происходит исключение посредством Акля, посредством разума. То есть, иногда приходит какое-то общее заявление, но исходя из разума ты понимаешь, что эта обществ не остается на своей общности, но из нее есть определенные исключения. Как Всевышний говорит, Аллаху Халиху Кулишей, Аллах создатель всякой вещи. Мы говорим, Аллах создатель всякой вещи, но сам он сюда не входит. То есть, он исключается из этого понятия, из этой общности. Отсюда, откуда мы сделали такое исключение? Говорят, и сделали из этого аята исключение посредством разума, посредством разума, а не посредством непосредственной частицы, которая была бы в этом аяте. Так вот, говорит, естественно, это что такое, Гуа Кауль, это слово, Муттасилюн. Что значит Муттасилюн? Которое приходит в самом же контексте, как мы сказали, ко мне не пришел никто, запятая, кроме Зайда. Это кроме Зайда пришло тут же, в этом же предложении. Иадуллю, и на что оно указывает это исключение? Это говорит слово, которое приходит в самом же контексте и указывает оно на то, что упомянутое вместе с ним не имеется ввиду в первом заявлении. Смотри, это определение, которое дал Софиудин Аль-Ханбали. И это определение нам не нравится. Мы остаемся на определении шейха Ибн Усаймина. И сейчас разъясним почему. Смотри, Софиудин Аль-Ханбали говорит, что исключение это такое слово, которое приходит в самом же контексте, в котором приходят общие заявления. И это слово указывает на что? На то, что вот это то, что пришло с этим словом не имелось ввиду в первоначальной общности. Понятно или нет? То есть, если ты говоришь, не пришел никто, кроме Изаида. Где у нас исключение? У нас исключение кроме. Что такое кроме, исходя из определения Софиудина Аль-Ханбали? Это говорит такое слово, которое пришло прямо в общем контексте. Видишь, не пришел ко мне никто, кроме Изаида. И оно указывает на то, что что пришло вместе с ним, а в данном случае Зейд, кроме Изаида, не имелось ввиду в первом общем заявлении. Ко мне не пришел никто, кроме Изаида. То есть, отсюда получается из определения Софиудина Аль-Ханбали, что человек, когда говорил, ко мне не пришел никто, изначально предполагал, что Зейд-то все-таки к нему пришел. И не имел ввиду Зейда под своим первоначальным заявлением. Понятно или нет? Отсюда мы говорим, что данное определение нам не нравится. Почему? Потому что, когда мы изучали книгу Усульмин Ильмин Усульмин, мы разбирали вопрос, является ли условием действительности исключения то, чтобы человек изначально предполагал, еще при общем заявлении, что исключаемые не подпадают по его общее заявление. То есть, допустим, если человек говорит, все мои рабы свободны. Все мои рабы свободны. Потом подумал, подумал и говорит, подожди, как же я без Зейда-то буду. Зейд-то мне хорошо прислуживал. И потом говорит, кроме Зейда. Кроме Зейда. Смотри, исключение вот этого Зейда. Человек при произношении своего общего заявления, все мои рабы свободны. Исключение Зейда он уже имел ввиду, или потом только подумал-подумал и решил его исключить. Мы говорим, в данном случае человек не думал вообще про Зейда, но собирался освободить всех рабов. И сказал, все мои рабы свободны. И Зейда, или про Зейда, он подумал только потом. И догадался о нем только потом. И исключил его позже. После того, как уже общее заявление свое сделал. Вот это правильно или нет? Теперь вопрос, можно ли сказать, что Зейд все равно уже освобожден и его исключение не является действительным? Нет, мы говорим, его исключение остается действительным, даже если он Зейда сначала не предполагал, как исключение из общего своего заявления. А из определения Сафиуддина Аль-Ханбали получается, что исключение не будет таковым, кроме как если человек изначально предполагал, что исключаемые он не имеет в виду. Вот это ясно или нет? Это иншалла понятно. И довод у нас какой на неправильность данного заявления Сафиуддина Аль-Ханбали? Хадис Ибн Аббаса относительно чего? Изихира, помните или нет? Пророк сказал, что Мекка является запретной территорией, которую Всевышний Аллах запретил тогда, когда создано небеса и землю. Сказал, нельзя рвать ее траву или сено, или ее колючки. Потом, после того, как он уже говорил, 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 Ибн Аббас в конце сказал, о посланник Аллаха, кроме изихира, то есть вот эту траву исключи из общего запрета на вырывание. Дай нам ее вырывать, так как мы используем ее в кузнечном деле, мы используем ее при постройке домов и тому подобное. Пророк Саллаху Аль-Ханбали что сказал? Исключить изихира, он что сделал? Исключил его. Это исключение действительно или нет? Исключение вступило в силу и оказалось действительным. Даже несмотря на то, что человек не предполагал это исключение, когда заявлял свое общее заявление. Понятно или нет? Поэтому мы остаемся на определении, кого Шейх Ибн Усаймина, который сказал, что Истихна это Ихрач. Это выведение некоторых единиц, чего? Общности. Посредством использования частицы Илля, то есть кроме или ее сестер. Видишь, из этого определения уже не понимается такого обуславливания, чтобы исключаемое обязательно сначала предполагалось и тому подобное. Вот это, иншаллах, понятно. Так, опять вопрос ясен. Далее, говорит, файуфари от тахсис били тисал. Теперь, с этого момента, София Дин Аль-Ханбали приступает к другому разбору или к разбору другого блока вопросов. Говорит, файуфари от тахсис били тисал. Чем говорит? Истесна отличается от тахсиса. Чем истесна отличается от конкретизации. То есть, прежде чем разбирать этот вопрос, необходимо разъяснить или напомнить о том, что, как это понять, чем истесна отличается от конкретизации. Мы же сами говорили, что истесна – это один из видов конкретизации. Как же он может отличаться от конкретизации, если он сам является одним из его видов? Здесь София Дин Аль-Ханбали, когда говорит, чем истесна, чем исключение отличается от конкретизации, имеет в виду, чем исключение отличается от конкретизирующих элементов мунфасыля, которые приходят отдельно от контекста. Вместе с тем, что всем понятно, что истесна сама является одним из видов конкретизации. Но просто является конкретизацией какой? Совместной, которая приходит в общем контексте, вместе с контекстом. Говорит? Так вот, чем отличается исключение от тахсиса? Говорит били тисаль. Во-первых, тем, что и тисаль происходит. То есть, исключение приходит мунфасыля, сразу в том контексте, из которого ты хочешь что-то исключить. В отличие от других видов конкретизации мунфасыль, раздельных, они приходят отдельно от контекста. Говорит? Это второе исключение. Первое исключение, ишала, понятно, ничего. Или, точнее, первое отличие и исключение от других конкретизирующих элементов, это понятно, ничего сложного нет. Теперь второе. Говорит, а также отличается тем, что исключение возможно применить относительно нас явного контекста. А явный контекст, например, 10. 10 кроме 3. Ты сказал, я дал тебе 10 реалов, кроме 3. Или отдам тебе 10 реалов, кроме 3. Это явный контекст или неявный? Мы сказали, что числа указывают на явность. То есть их невозможно понять. 10, если ты говоришь 10, невозможно понять ни 9, ни 8, ни 11, ни 11. А понимаешь именно 10. Это явный контекст. Смотри, говорит, исключение возможно относительно явного контекста. Ты можешь сказать, я отдам тебе 10 реалов, кроме 3. Это позволительно. А что касается других мухассасатов, других конкретизирующих элементов, то они не способны, что делать? Не способны конкретизировать явные контексты. Но способны конкретизировать только какие контексты? Контексты злахир, контексты внешние. Нам это не абсолютно, но в большинстве случаев. Так, этот вопрос также, иншалла, понятен. Что значит? Вот это рука и ланнас. И то, что исключение может касаться явных контекстов. Дальше. Это то, чем отличается исключение от других конкретизирующих элементов. Автор назвал сколько? Назвал два пункта. Далее. А чем он отличается от аннулирования? То есть, исключение подобно или похоже на аннулирование или нет? Чем-то похоже. То есть, когда ты говоришь, я отдам тебе 10 реалов, кроме трех. Ты как бы аннулируешь свою общность. Правильно или нет? И оставляешь общность только на 7 и исключаешь ее от 3. Когда ты говоришь, я отдам тебе 10 реалов, из этого понимается, что ты отдашь именно 10. Но когда ты говоришь, кроме 3, отсюда понимается, что будет отдано только 7, а уже не 10. То есть, происходит своего рода аннулирование. Но автор книги говорит, не нужно путать между исключением и между аннулированием. Потому что между этим и этим есть разница. Какая разница? Первая разница в том, что исключение, опять-таки, приходит в самом контексте. Сразу же в самом контексте. А аннулирование не может приходить в самом же контексте. Оно приходит позже этого контекста. Помните, мы говорили, одним из условий аннулирования является то, чтобы аннулирующий аят или хадис приходил по временному промежутку позже, чем аннулированный аят или хадис. А исключение нет, исключение, наоборот, обуславливается, чтобы оно было в самом контексте. Смотри, условием аннулирования является то, чтобы оно не было в самом контексте. А условием исключения, наоборот, является то, чтобы оно было в этом же самом контексте. Дальше говорит, А также второе отличие, исключение от аннулирования, то что исключение воспрещает войти под общий контекст некоторыми единицами. Ты говоришь, я отдам тебе 10 кроме 3. Вот это вот исключение воспрещает вхождение 3 единиц под 10 и остается только 7. А аннулирование это не воспрещение, но это поднятие постановления полностью. Поднятие постановления единовременно. То есть то мания запретительный фактор, а этот рафия поднимающий. То есть немножко сложно возможно это понять, так как это связано немножко с языком. Что знаешь мания, что знаешь рафия, какая разница между ними. Говорит то, что исключение занимается чем мания? Запретительством. А насх занимается рафан, то есть поднятием постановления. Не просто не пускает, но поднимает постановление. То есть, допустим, если ты говоришь, например, допустим, то, что сначала, в начале ислама, женщины, которые совершили прелюбодеяние, наказание относительно них было какое? Пожизненное заключение, пока они не скончаются. Затем пришло другое, аннулирующее постановление, что женщина, совершившая прелюбодеяние, если она была когда-то в законном браке, то ее закидывают камнями. Если никогда не была, то побивают сотни плетей и на год высылают из этой местности. Так, вот это аннулирование или это исключение? Мы говорим аннулирование, это не исключение. Почему не исключение? Потому что в данном случае, смотри, не происходит такого, что какие-то единицы у нас воспрещаются под заход или воспрещаются к заходу под общее постановление. Потому что это два разных совершенно постановления. Здесь заключение, а здесь побивание камнями. То есть, побивание камнями не является частью заключения. Так, чтобы сказать, что мы что-то здесь исключили. Так или нет? Другое дело, когда ты говоришь, но происходит при аннулировании что? Поднятие постановления. То постановление полностью поднялось и ушло. И пришло на замену другое постановление. А когда ты говоришь об исключении, то здесь уже есть понятие какое? Есть понятие воспрещения единиц. Воспрещение входа единиц под общее постановление. Я отдам тебе 10 реалов кроме трех. Вот эти три единицы, они способны войти под 10 или нет, в своей основе входят под 10 или нет, в своей основе входят под 10. Но так как есть исключение, вот это исключение является запретительным фактором, который не дает этим трем единицам подойти под 10, зайти под 10. А здесь смотри, закидывание камнями изначально не входит в понятие заключения пожизненное. Так или нет, совсем две разные вещи. Поэтому про аннулирование не говорят, что оно занимается запрещением входа одного под второй. Это, иншаллах, усвоили. Вот это разница вторая между исключением и между аннулированием. Теперь третье. Говорит уабианну, рафрон лиль бал, уан нас, рафрон лиль джамин. И третье исключение, третья разница, то что исключение говорит, что делает, выносит из общего постановления часть единиц. А аннулирование выносит из общего постановления все единицы. То есть полностью аннулирует это общее постановление, приходит с другим постановлением. Это усвоили или нет? Это также усвоили. Это, иншаллах, легко. Вот в этом последнем, иншаллах, ничего сложного нет. И что касается вопроса аннулирования, то относительно этого придет еще целый отдельный раздел. Далее говорит, уашар тугу али тесаль. Теперь переходит автор книги к перечислению условий действительности исключения. Эти вопросы мы тоже рассматривали. Где при рассмотрении книги у соль мин аль минус соль? Говорит, и условием действительности исключения является то, чтобы он был муттасыль. То, чтобы он был какой муттасыль. То есть, чтобы исключение произошло тут же, при приведении общего контекста. То есть, если ты говоришь, я освободил всех своих рабов, а потом через неделю говоришь, кроме Зейда. Вот это исключение будет действительное или нет? Исключение будет недействительным. Почему? Потому что твое исключение не произошло в этом же разговоре. Не произошло тут же, при заявлении общности. Понятно, что значит Иттисаль? Иттисаль, как мы говорили, бывает какой? Бывает ха-ки-ки, а бывает хук-ми. Ха-ки-ки – действительное исключение, действительная совместность. То есть, когда ты говоришь, все мои рабы свободны, кроме Зейда. Здесь исключение приходит какое? Ха-ки-ки. То есть, Иттисаль приходит совместность действительная, настоящая. Но когда ты говоришь, я исключил всех своих рабов, а потом начал кашлять и полминуты кашлял, после кашля, и говоришь, кроме Зейда. Это исключение действительно или нет? Оно действительно. Но это совместность, исключение с общим контекстом. Она настоящая или только в постановлении? Только в постановлении. Потому что в действительности произошел разрыв между заявлением общности и между исключением. Разрыв произошел какой? Посредством кашля. Поэтому эта совместность, она хоть и есть, но она не настоящая. Она какая? В постановлении лишь. Так вот, условием действительности исключения является то, чтобы вот эта вот совместность присутствовала. Будь то настоящая или хотя бы в постановлении. Смотри. Фаля я вселю бейну ма сукут юмкин аль калям фиги. То есть, что значит совместность? Говорит так, чтобы между заявлением общности и между исключениями из общности не было такого молчания, которым человек был способен разговаривать. То есть, как это понять? Я говорю, все мои рабы свободны. Потом молчу 3-4 минуты. Между тем, что могу разговаривать в эти 3-4 минуты. Не кашляю, не зеваю, не чихаю, ничто мне не мешает говорить. Молчу 3-4 минуты, потом говорю, кроме Зайда. Говорит автор книги, здесь исключение будет недействительным. Будет недействительным. Почему? Потому что человек мог разговаривать, мог исключить сразу из общего контекста, но не исключил. При том, что ему ничего не мешало. Тайб говорит, у Ахукия. Этот вопрос мы сейчас зачитаем, потом приведем или напомним более правильное мнение в этом вопросе. А от Ибн Аббаса, говорит, передается то, что данное условие, то есть необходимое совместность исключения с общим контекстом, не является условием действительности исключения. То есть приходит от Ибн Аббаса, что он говорит, даже если ты исключишь через месяц или через год, или до конца твоей смерти, твое исключение является действительным. Такое пришло от Ибн Аббаса. Другое вопрос, то что есть сомнение в действительности этой передачи от Ибн Аббаса. В одном из изнадов Лейс ибн Абисулейм слабая передача, в других изнадов тоже есть слабая передача. Теперь третье мнение в этом вопросе, то что приходит от Ибн Аббаса, а также от Хасана Аббаса, то что вопрос зависит от мажлиса. Если ты находишься до сих пор в одном мажлисе, то ты можешь исключать. А если вы с мажлиса уже разошлись, тогда ты исключать не можешь. То есть если ты договариваешься с каким-то человеком и говоришь ему, я продал тебе 10 гектаров своей земли, кроме 2 гектаров, которые находятся на западной части, например, на западной части участка. Такое исключение действительно или нет? Действительно, в этом разногласии нет. Теперь если я говорю, я продал тебе 10 гектаров земли, потом наш мажлис продолжается, наш мажлис продолжается. И в конце мажлиса, через полчаса я сказал, подожди, 2 гектара, которые на западе, я исключаю, я тебе их не продаю. Говорят, такое исключение является действительным. Такое исключение действительно является. Мы скажем, что это мнение не совсем правильное. Не совсем правильное. Относить на него, сейчас мы также приведем правильное мнение после окончательного разбора этого вопроса в книге. Запишите у себя, что этого мнения, вот этого третьего, кроме Атайбна Аббирабаха и кроме Хасана Альбаса, придерживался также шейху исламу Мтаймия. Шейху исламу Мтаймия, а также один из ревятов от имама Ахмада. А также это один из ревятов от имама Ахмада. Что касается нашего примера, который мы привели, в данном случае исключение будет правильным. Почему? Потому что это касается торговой сделки. Мы говорили, пока торговая сделка идет и мажлис еще не закончился, человек может ставить различные условия, что-то исключать, что-то дополнять и тому подобное. Нам необходимо было привести, может быть, другой немного пример. То есть, если, допустим, ты говоришь, я освободил всех своих рабов, тебе это сказал, мы продолжаем находиться в мажлисе. И через полчаса перед выходом из мажлиса я тебе сказал, кроме Зейда. Зейда я не освобождаю. В данном случае такое исключение будет правильным или нет? В этом есть тавсы. Оно может быть правильным, а может быть неправильным. Если в этом мажлисе наш разговор продолжался на эту же самую тему, мы все разговаривали, допустим, про рабов и тому подобное, про их освобождение, и потом в этом же разговоре я исключил, сделал исключение кроме Зейда, то это исключение правильное. Если же после того, как я сказал, я своих всех рабов освобождаю, наш мажлис продолжается, но при этом разговор у нас пошел уже в другую, в другое русло, мы начали разговаривать совсем на другие темы, то здесь уже в конце мажлиса не пойдет сказать, кроме Зейда. Понятно или нет? Почему? Потому что здесь тема поменялась, хоть мажлис и продолжился. Ясно или нет? Значит, суть не в мажлисе, а суть в теме разговора. Если тема разговора остается одной, то можно делать исключение. Если тема разговора поменялась, то все исключение является недействительным. Говорит, И говорит, имам Ахмад тоже склонился в этом или к этому мнению в вопросах ямин, в вопросах клятвы. То есть, говорит имам Ахмад, то что, если ты в одном мажлисе поклялся на что-либо, а потом в конце этого мажлиса сказал, иншаллах, допустим, так, то это твоя клятва, ты не обязан поступать в соответствии с ней. Так говорит имам Ахмад в одном из мнений от него. И давайте после изучения этого вопроса, тем, что написано в книге имама Софии Иудина Аль-Ханбали, приведем окончательное мнение. Это мнение заключается в том, что мы разбирали в книге «Усоль мин аймин-усоль». Говорили, если, здесь может быть две ситуации. Если человек прервал свое заявление общее и не сделал сразу исключение из-за вынужденности, допустим, начал кашлять или начал зевать, или начал чихать и тому подобное, или его кто-то отвлек, или его кто-то позвал, или крикнул его что-то, и он отвлекся, и потом только что сделал, и потом, или упал, допустим, в обморок, или потерял сознание, или любое другое вынужденное молчание. А потом, после этой вынужденности, когда к нему пришел ихкиарь, то есть способность по выбору сделать исключение и он его сделал, то это исключение является действительным. То есть, если человек сказал «все мои рабы свободны», потом начал кашлять, потом сказал «кроме Зейда» — это исключение является каким? Действительным. Теперь, если вторая ситуация, если человек молчал по своему выбору вместе с тем, что мог разговаривать, вместе с тем, что мог говорить и мог сделать исключение, то вот эта вот вторая ситуация, в свою очередь, бывает еще двух возможностей, двух ситуаций разделяется, то есть на две. Если речь шла об одном и том же, то есть тема не менялась, тогда это исключение является каким? Действительным. Если тема поменялась, и люди начали разговаривать уже на другие темы или на другую тему, и потом в процессе разговора на другую тему он сделал исключение, то это исключение уже является недействительным. Понятно ли нет? Это исключение является недействительным. Это тот вывод, к которому мы пришли при изучении книги «Усульмин Айн-Айн-Усуль», и он остается правильным. И шалла является верным и более верным, чем все те мнения, которые были приведены здесь, в нашей книге. Далее говорит «Уаньякуна минальджинс», а также условием действительности исключения является то, чтобы исключение производилось из того же рода предмета, из которого исключается что-либо. То есть, если ты скажешь, я должен тебе тысячу реалов, кроме одной рубашки, такое пойдет или нет исключения? То есть, смотри, исключение происходит не из рода исключаемого. То есть, что является исключаемым или что является тем, из чего исключают деньги. А что является исключаемым? Рубашка, то есть ткань, или какой-то вид одежды. Так вот, говорит «Уаньякуна минальджинс», следующее условие действительности исключения, чтобы исключение производилось из того же рода, из чего исключается. Так, из того же рода, из чего исключается. Это мнение некоторых шафиитов. И второе мнение в этом вопросе, это мнение Мама Малика, а также Абу Ханифа, а также некоторых философов, то что это не является условием. И данное, второе мнение является более правильным в этом вопросе. То есть, не является условием, чтобы ты исключал из того же рода, из чего исключается. Понятно ли? То есть, если ты скажешь, я должен тебе тысячу реалов, кроме одной рубашки. Здесь что происходит? Смотрится, сколько эта рубашка стоит в реалах. Стоит она, допустим, 300 реалов. Исключается 300 реалов, и я обязан отдать тебе 700 реалов. Понятно ли? Но не довод на это какой? Довод на это некоторые из аятов Корана. Как, например, слова Всевышнего Аллаха. Они не услышат в раю пустословие, кроме мира. То есть, мир является одной из единиц пустословия или нет? Нет, не является одной из единиц пустословия. То есть, исключение происходит не из того же рода, из чего исключается. Говорит, они не услышат там пустословие, кроме мира. То есть, кроме слов Салам, Салам, мир вам, мир вам и тому подобное. Слово Салам не является пустословием. Несмотря на это, Всевышний Аллах исключил его из пустословия. Исключил его из пустословия. Это говорит о том, что разрешено исключать то, что не является тем же родом из того, из чего исключается. Вот этот вопрос ясен или нет? Это, иншаллах, вопрос также понятен. Тайб говорит, у аня кун аль мустасна акаль минан мисф. Теперь третье условие. Чего? Условие действительности исключения. Чтобы исключаемое было меньше половины того, из чего исключают. То есть, если ты скажешь, я должен тебе 10 реалов, кроме трех. Это исключение будет верным или нет? Это исключение будет верным. Но если ты скажешь, я должен тебе 10 реалов, кроме восьми. Говорит, это исключение уже будет неправильным. Почему? Потому что условие, чтобы исключаемое было не больше половины, чем то, из чего исключают. Тайб. Это одно из мнений в этом вопросе. Это мнение ханбалитов. Это мнение ханбалитов. Говорит, у афин мисфи у очган. А что касается половины, есть два мнения. То есть, у ханбалитов. То есть, если ты говоришь, я должен тебе 10 реалов, кроме пяти. И вот это мнение, а нам, вот это исключение является действительным или нет, говорит в этом вопросе у ханбалитов два мнения. Некоторые скажут, что это исключение действительно, а некоторые сказали нет. У Аджаза Аксаруон Аль Аксар. А большинство ученых, то есть кроме ханбалитов, разрешают исключать даже больше, чем половину. То есть если скажешь 10, кроме 6, говорят, такое исключение является правильным, является действительным. Здесь запишите правильное мнение в этом вопросе. Правильное мнение в этом вопросе заключается в том, что в данном случае, то есть соответствие исключаемого в отношении того, из чего исключают, может быть 4 ситуации здесь. Если исключение меньше половины того, из чего исключают, как если ты говоришь, я должен тебе 1000, кроме 200. Здесь запишите у себя без разногласий, что такое исключение является действительным. Вопрос ясен? Первая ситуация. Когда исключаемое меньше половины того, из чего исключают. Я должен тебе 10, кроме 3. 3 меньше, чем 5. 5 это половина того, из чего исключают. В этом случае исключение действительно без разногласия. Второе. Когда исключают все. Когда говорят, я должен тебе 10, кроме 10. Запишите у себя то, что данное исключение не действительно так же единогласно. Данное исключение не действительно единогласно. И человек остается обязанным 10, если он говорит, я должен тебе 10, кроме 10. Так данное слово считается пустословием. И его исключение не является действительным, не принимается во внимание, как будто бы он не делал никакого исключения. Третья ситуация. Если исключается половина, я должен тебе 10, кроме 5. Правильное мнение, что такое исключение является верным. И четвертая ситуация, когда исключается больше половины. Я должен тебе 10, кроме 7. Правильное мнение в этом вопросе, что такое исключение тоже является действительным. Говорит Имама Шаукани в своей книге «Шатуль Фахоль» ничего не запрещает нам сказать о действительности такого исключения. И после того, как мы разобрали эти 4 ситуации, у нас выяснилось, что исключение является правильным в любом случае. Кроме как, если исключается полностью все. Если говоришь 10, кроме 10, тогда неправильно. А все остальное является верным и действительным. И запишите у себя то, что разбор этих вопросов, то есть относительно условий действительности исключения является малополезным. То есть от него пользы мало. Почему? Потому что исключения бывают двух видов. Либо исключения, которые приходят в шариатских контекстах, все эти исключения являются действительными. Никто не может сказать, что это исключение шариатское не является действительным, не соответствует чему-то и тому подобное. Нет. Все они являются действительными. Или же исключения ставят люди, когда заключают какую-то сделку или договора или что-либо подобное. Здесь вопрос уже возвращается к чему? Вопрос возвращается к обычным людей на самом деле. То есть, если в обычных людей принято, что исключение 7 из 10 не является действительным, то оно не будет действительным. Даже если мы говорим, что оно действительно в основе. Оно действительно в основе, но в обычных людей, допустим, какой-то местности это неправильный считается, неправильным разговором не считается за действительное правильное исключение. Понятно или нет? То есть в этих вопросах в любом случае возвращение идет к обычным. Эти вопросы, они затрагиваются во многих вопросах фиха. Вопросах клятв, вопросов таляха, вопросов никаха, вопросов других сделок торговых и так далее. И во всех них мы возвращаемся к чему? К обычаю на самом деле, а не к тому, что здесь установили мы. Понятно или нет? Это иншалла ясно. Так, если же обычая никакого нет, тогда возвращаемся уже к этому. Тогда возвращаемся к тому правильному мнению, которое мы установили здесь. Таев говорит далее. Теперь важный вопрос. А если, говорит, исключение пришло сразу после нескольких предложений, то исключение касается всех этих предложений. Можете записать то, что это мнение большинства ученых. Говорит. И запишите, что в этом вопросе есть еще третье мнение. Третье мнение, которое заключается в том, что необходимо приостановиться. И нельзя выносить постановление, что исключение возвращается только к последнему предложению или возвращается ко всем предложениям. Как его понять? То есть, смотри, если ты говоришь, если ты говоришь несколько общих предложений. Смотри, говоришь, я освободил своих рабов и я развел своих жен. Сколько предложений? Два. Потом говоришь, кроме праведных из них. Кроме праведных из них. То есть, отсюда что получается? Вышло разногласие. Вот это исключение, кроме праведных из них. Возвращается только к твоему последнему предложению, который ты произнес прямо перед ним. Или возвращается к обоим предложениям, которые ты произнес. То есть если мы скажем, что возвращается ко всем предложениям, которые до исключения, получится, я освободил своих рабов, я развел своих жен, кроме праведных из них, то есть кроме праведных рабов я их не освободил. Кроме праведных жен я их не развел. Ясно? А если мы скажем по мнению ханафитов, что исключение возвращается только к последнему предложению, получается, что все мои рабы освобождены. Без разницы, праведные они или нет. Но исключение касается только жен, что разведены все, кроме праведных из них. Понятно или нет? Вот этот вопрос важный или нет? Этот вопрос является важным. Его суть усвоили или нет? Его суть иншала усвоили. Так вот запишите у себя доводы большинства ученых, которые говорят то, что исключение возвращается ко всем предыдущим предложениям, а не только к последнему. Доводы их следующие. Во-первых, аналогия исключения на условия. То есть если ты ставишь условие, смотри, говоришь, мои жены разведены и мои рабы свободны, если Зейд начнет разговаривать со мной. Здесь ты поставил исключение или поставил условие? Здесь ты поставил условие. Если произойдет так-то, то произойдет то-то. Это исключение. А это условие. Так вот в условии нет сомнения, что условие возвращается ко всем предложениям. Не только к последнему. Возвращается ко всем предложениям. Сказали то же самое касается исключения, как аналогия на что на условии. Если условие возвращается ко всем, то и исключение должно возвращаться ко всем. Это первый довод большинства ученых. Второй довод большинства ученых – это единогласное мнение ученых арабского языка. То, что повторять исключение после каждого отдельного мелкого предложения является некрасноречивым в арабском языке. То есть, если ты говоришь, я развел своих жен, кроме праведных из них, я освободил своих рабов, кроме праведных из них. И потом еще, допустим, 5-6 предложений подобного рода и все время говоришь, кроме праведных из них. То есть, единогласное мнение ученых арабского языка, что такое построение предложений является некрасноречивым. Но красноречивым является, когда ты называешь все предложения и исключение делаешь из всех них одним разом. В конце. Это, иншалла, усвоили. Это второй довод большинства ученых. И третий довод большинства ученых в том, что когда происходит перечисление каких-то предложений посредством союза ВАУ, то есть союза какого И, происходит какое-то общее, что-то общее из смыслов между этими предложениями. Так оно в чем? В арабском языке. То есть, если ты говоришь, я развел всех своих жен, я освободил всех своих рабов, и освободил всех своих рабов, и сделал так-то, и сделал так-то. Вот этот вот союз И дает тебе почувствовать, что есть какая-то общая связь между всеми этими предложениями. Если бы эти предложения были совершенно разные, то не подошло бы здесь использовать союз И в таком значении, так что после него ты делаешь исключение. Понятно или нет? Так что ты после него делаешь исключение. То есть, смотри, если ты говоришь, я развел своих жен, я освободил своих рабов, и продал все свое имущество, кроме праведных из них, такое пойдет здесь исключение или нет? Не пойдет, потому что имущество не бывает праведным или неправедным. Понятно или нет? Поэтому, говорит, если приходят у нас в конце предложения исключения, и перед ним пришли предложения, которые разделяются союзом И, это указывает на то, что эти предложения, в них есть что-то общее, и поэтому это исключение возвращается на всех них, так как все они объединяются вот этой какой-то связью или какой-то нитью чего-то схожего и чего-то общего. Понятно или нет? Потому что если бы между ними не было ничего схожего, не пошло бы, не подошло бы здесь делать общее исключение в конце предложения на всех них. Усвоили ли нет? Это третий довод того большинства ученых. Что касается довода ханафитов, то они сказали, что исключение возвращается только на последнее предложение. Почему? Потому что, говорит, союз ВАУ, превращает следующее предложение как бы в какое-то самостоятельное предложение. Как будто бы поменялась тема разговора. Помните, мы говорили, что если тема разговора поменялась, не пойдет делать исключение. Исключение уже является недействительным. Оно должно быть в теме разговора. Так, они говорят, когда ты перечисляешь разные предложения союзом ВАУ, то этот союз делает истинап, как бы дает следующему предложению новость. Как будто бы это новое предложение. Ясно или нет? Как будто бы оно что? Поменялась тема разговора. Соответственно, исключение может возвратиться только к последней теме разговора и не может возвращаться ни к первой, ни ко второй. И видно, что этот довод ханафитов не является крепким, так, не является сильным. И третье мнение. Каковы доводы? Привернутся третьего мнения. А привернутся третьего мнения. Что за мнение сказали мы? Когда они скажут, то мы приостанавливаемся. Не выносим постановление, что исключение касается последнего и не выносим, что оно касается всех. Но приостанавливаемся и ищем какие-то косвенные доводы. Какой у них довод? Сказали, потому что мы нашли, что шариатские контексты, в них встречается и такое, и такое. Иногда некоторые шариатские контексты есть, а относительно них единогласно, что исключение возвращается только к последнему предложению. Иногда есть контексты, относительно которых есть единогласно, что исключение возвращается ко всем предложениям и тому подобное. Говорят, раз все это встречается, мы не можем выносить однозначного решения. однозначного решения. Но нужно смотреть на Карину, на какие-то косвенные доводы. Итак, запишите у себя правильное мнение в этом вопросе. Заключается в том, что исключение возвращается ко всем предложениям, которые до него, кроме как, если есть косвенный довод, который указывает на обратное. Это правильное мнение в этом вопросе. То, что исключение возвращается ко всем предложениям, которые до него. А не только к последнему. Кроме как, если есть косвенный довод, что к какому-то из предложений Данное исключение не возвращается. Как в нашем примере, если мы говорим, я освободил своих рабов, я развел своих жен, и я продал все свое имущество, или я подарил все свое имущество, кроме праведного из них, или кроме праведных из них. А здесь уже понятно, есть косвенный долг, что твое исключение возвращается только на что? Только на первое и на второе предложение. На последнее не возвращается, потому что имущество не бывает праведным. Так или нет? Тем более, что ты сказал, кроме праведных, слово праведных дает тебе почувствовать, что речь идет о чем-то живом. Как о рабах или о жёнах и тому подобное. Они о чём-то не живут. Усвоили или нет? Значит, здесь уже есть косвенный довод, который тебе подсказывает, что в данном случае на последнее предложение не возвращается. Он возвращается на первое и второе. И тому подобное. И давайте приведём здесь один пример для того, чтобы этот блок или этот раздел стал более явен. Смотри, Всевышний Аллах в Коране говорит. А те, которые обвиняют, просто пока послушайте, чтобы запомнить этот пример. Потом вернётесь, может быть, дома его сами запишите. Главное его запомнить. А те, которые обвиняют, то есть благочестивых женщин, то есть в чём? Прелюбодеяние. А потом не приводят четырёх свидетелей, то относительно них следующее. То побейте их восьмидесятью летни. Это первое постановление относительно них. А также не принимайте от них постановлений в суде никогда. И третье. И они являются грешниками. То есть, человек, который обвинил благочестивую женщину в прелюбодеянии. И при этом не смог привести четырёх свидетелей так, что он сам является четвёртым. То есть, плюс ещё троих не смог привести на это своё заявление. Относительно него Шариат вывел три постановления. Три предложения у нас пришло. А это то, что их необходимо побить восьмидесятью плетни. То, что у них никогда не принимается свидетельство. И то, что они являются грешниками. Ясно или нет? То, что он является тасиком. Дальше Всевышний Аллах сказал, «Илля ладина табу у аслаху». Кроме тех, которые покаялись и исправили. Вот это исключение или нет? Исключение. Это исключение возвращается ко всем трём предложениям? Или возвращается только к последнему, или к какому возвращается? То есть, если мы скажем ко всем трём, получается, что человек раскаившийся, его не нужно побивать восьмидесятью плетними, от него можно принимать свидетельство в суде, и он не является грешником. И он грешником больше не является, если он покаялся. Если мы скажем, что возвращается, допустим, только к последнему, если он раскаивается и так далее, то он больше не грешник, но побить его всё равно надо, и свидетельство от него всё равно никогда не принимается. Понятно или нет? Видишь, разница есть. То есть, важно, этот вопрос является важным, потому что от этого зависит постановление во многих вопросах шариата. Такая форма преподнесения постановлений Всевышнего Аллаха Апану Атады и его посланника встречается часто в шариатских контекстах. Поэтому необходимо в этом вопросе разобраться. Так вот, смотри, что касается именно этого нашего примера, то единогласное мнение, что данное исключение не возвращается к первому предложению. Всё равно восьмидесятью плетни его побить нужно. Почему? Потому что его раскаяние – это между ними и между Аллахом. Но честь женщины он задел. Поэтому за эту честь его нужно что сделать? Отомстить. И его побить восьмидесятью плетей нужно. Плетьми нужно. Понятно или нет? Потому что честь женщины задета. Поэтому говорят единогласное мнение, что данное исключение не возвращается к первому предложению. Второе. Единогласное мнение, что данное исключение возвращается к последнему предложению. То, что этот человек, если он раскается, он больше не фасит. Он не считается за грешника. И осталось разобрать, возвращается ли это исключение ко второму предложению. Мы сказали, что побить его 80 плетьми все равно нужно. Сказали то, что грешником он больше не является. Но свидетельство от него в суде принимается все-таки или нет? Если он раскаялся и исправил. Если он раскаялся и исправил. Большинство ученых здесь говорит, в этом вопросе есть возогласие. И большинство ученых говорит, что в этом случае оно возвращается также на второе предложение. Почему? Потому что большинство ученых говорит, что исключение возвращается на все предложения, кроме как если пришел косвенный долг, что на какое-то предложение не возвращается. Поэтому, исходя из нашего примера, получается, что исключение возвращается к последнему и ко второму предложению. Но к первому не возвращается. Почему? Из-за наличия единогласного мнения. Что к первому оно не возвращается. В данном случае единогласное мнение является чем? Косвенным доводом. Косвенным доводом. А мнение ханафитов в этом вопросе получится каким? Кто скажет? То, что возвращается только к последнему и ко второму не возвращается. Он не фасик перед Аллахами, перед людьми. Но он что? Но от него свидетельство все равно в суде не принимается. Даже если он раскается. Это мнение ханафитов в этом вопросе. И правильное мнение, то, что возвращается ко второму предложению так же, как мы сказали, пока у нас не будет косвенного довода, что ко второму оно не возвращается. И к тому же это соответствует так же логике. Потому что, почему его свидетельство не принимается в суде? Именно потому, что он фасик, потому что он грешник. А так как от него ушло описание грешности, соответственно, ничего не мешает принять его свидетельство в суде. То есть, пример усвоили или нет? Это, иншаллах, пример усвоили. И давайте разберем последнее предложение. И на этом завершим главу о вопросах или о контекстах хас. Частных контекстах. Ва ву аминал избад нафи, ва ву аминал нафи избад. Говорит Сафиуддин аль-Ханбали. И исключение из утверждения является отрицанием. А исключение из отрицания является утверждением. Смотри, если ты говоришь, ко мне не пришел никто, кроме Заида. Здесь исключение из чего является? Исключение из отрицания. То есть, ты отрицаешь, ко мне не пришел никто. Потом из этого твоего отрицания делаешь исключение, кроме Заида. Так вот, исключение из отрицания является чем? Утверждением. То есть, ты этим самым утверждаешь, что Заид пришел к тебе. Ты говоришь, ко мне не пришел никто, кроме Заида. Этим самым ты что делаешь? Этим самым ты утверждаешь, что Заид пришел. Теперь если ты говоришь, ко мне пришли все, кроме Зейда, здесь исключение из чего наоборот? Из утверждения. Так вот он говорит, исключение из утверждения является чем? Является отрицанием наоборот. Здесь ты отрицаешь приход Зейда к тебе. Понятно или нет? Теперь подпишите здесь один важный момент. То, что относительно первого, исключение из утверждения является отрицанием относительно этого единогласного мнения. То есть если ты говоришь, ко мне пришли все, кроме Зейда. Единогласное мнение, что отсюда понимается, что Зейд тебе не пришел. А вот относительно второго, исключение из отрицания является утверждением, относительно этого есть разногласия. Большинство ученых согласны с этим утверждением. А некоторые ханафиты с этим утверждением спорят. И говорят нет. Если мы делаем исключение из отрицания, оно еще не указывает на утверждение. Как это понять? Смотри, когда ты говоришь, ко мне не пришел никто, кроме Зейда. Некоторые ханафиты говорят, то есть мы не знаем, что случилось с Зейдом. Пришел он к тебе или не пришел? Мы относительно него приостанавливаемся. Мы не можем вынести относительно его постановление утверждение, что он все-таки пришел. Понятно или нет? Но мы приостанавливаемся. Возможно пришел, а возможно не пришел. Нам не это мнение. Их является в корне неверным. И его Ибн Алкаим сильно порицал. Говорил, потому что если мы скажем, что не всякое утверждение, не всякое точнее исключение из отрицания является утверждением, получится аннулирование смысла свидетельства ла и ла и ла и ла и ла. Нет божества достойного поклонения кроме Аллаха. Здесь ты, кроме Аллаха, это исключение чего? Это исключение из отрицания. Исключение из отрицания. Смотри, нет ни одного божества, которое достойно на поклонение кроме Аллаха. Если мы согласимся с мнением ханафитов, то получше, что относительно Аллаха мы не знаем точно, он достоин поклонения или не достоин. Но мы отрицаем достойность поклонения от всех божеств. Но относительно Аллаха мы его не отрицаем, но и не подтверждаем. Аллаху Алим, достоин он на поклонение или нет. Получается так. Говорим, это является неверным в корне, но исключение из отрицания является утверждением. Поэтому мы утверждаем, что все объекты поклонения не достойны поклонения. Кроме Аллаха, вот это утверждение слова Аллах означает, что кроме Аллаха, то есть Аллах достоин этого поклонения. Последний момент подпишите здесь у себя, то что вот это правило, исключение из отрицания является утверждением, не касается условий. То есть если ты говоришь, нет намаза, кроме как с омовением. Это не означает, что если у тебя есть омовение, то обязательно есть намаз. Понятно или нет? Вот это правило касается всего, кроме условий. Что касается условий, то это правило его не касается. Так это последнее, что необходимо было отметить в этой главе. Со следующего урока, иншаллах, приступим к разбору главы мутлах и мукаях, то есть ограниченных и неограниченных контекстов. Понятно или нет? Поэтому, говорит, если приходит у нас в конце предложение исключения, и перед ним пришли предложения, которые разделяются союзом И, это указывает на то, что эти предложения, в них есть что-то общее. И поэтому это исключение возвращается на всех них, так как все они объединяются вот этой какой-то связью или какой-то нитью чего-то схожего и чего-то общего. Понятно или нет? Потому что если бы между ними не было ничего схожего, не пошло бы, не подошло бы здесь делать общее исключение в конце предложения на всех них. Усвоили ли нет? Это третий довод того большинства ученых. Что касается довода ханафитов, то они сказали, что исключение возвращается только на последнее предложение. Почему? Потому что, говорит, союз ВАУ превращает следующее предложение как бы в какое-то самостоятельное предложение. Как будто бы поменялась тема разговора. Помните, мы говорили, что если тема разговора поменялась, не пойдет делать исключение. Исключение уже является недействительным. Оно должно быть в теме разговора. Так, они говорят, когда ты перечисляешь разные предложения союзом ВАУ, то этот союз делает истинап, как бы дает следующему предложению новость. Как будто бы это новое предложение. Ясно или нет? Как будто бы оно что? Поменялась тема разговора. Соответственно, исключение может возвратиться только к последней теме разговора и не может возвращаться ни к первой, ни ко второй. И видно, что этот довод ханафитов не является крепким, не является сильным. И третье мнение. Каковы доводы привернутся третьего мнения? А привернутся третьего мнения? Что за мнение сказали мы? Когда они скажут талаков, мы приостанавливаемся. Не выносим постановление, что исключение касается последнего, и не выносим, что оно касается всех. Но приостанавливаемся и ищем какие-то косвенные доводы. Какой у них довод? Сказали, потому что мы нашли, что шариатские контексты, в них встречается и такое, и такое. Иногда некоторые шариатские контексты есть, а относительно них единогласно, что исключение возвращается только к последнему предложению. Иногда есть контексты, относительно которых есть единогласно, что исключение возвращается ко всем предложениям. И тому подобное. Говорит, раз все это встречается, мы не можем выносить однозначного решения. Но нужно смотреть на Карину, на какие-то косвенные доводы. Запишите у себя правильное мнение в этом вопросе. Заключается в том, что исключение возвращается ко всем предложениям, которые до него, кроме как если есть косвенный довод, который указывает на обратное. Это правильное мнение в этом вопросе. То, что исключение возвращается ко всем предложениям, которые до него, а не только к последнему. Кроме как если есть косвенный довод, что к какому-то из предложений данное исключение не возвращается. Как в нашем примере. Если мы говорим, я освободил своих рабов, я развел своих жен, и я продал все свое имущество, или я подарил все свое имущество, кроме праведного из них, или кроме праведных из них. А здесь уже понятно, есть косвенный довод, что твое исключение возвращается только на что? Только на первое и на второе предложение. На последнее не возвращается, потому что имущество не бывает праведным. Так или нет? Тем более, что ты сказал, кроме праведных, слово праведных дает тебе почувствовать, что речь идет о чем-то живом, как о рабах или о женах и тому подобное. А не о чем-то неживом. Усвоили или нет? Значит, здесь уже есть косвенный довод, который тебе подсказывает, что в данном случае на последнее предложение не возвращается, но возвращается на первое и второе. И тому подобное. И давайте приведем здесь один пример для того, чтобы этот блок или этот раздел стал более явен. Смотри, Всевышний Аллах в Коране говорит, А те, которые обвиняют, просто пока послушайте, чтобы запомнить этот пример, потом вернетесь, может быть, дома его сами запишите, главное его запомнить. А те, которые обвиняют мухсанат, то есть благочестивых женщин, то есть в чем? Прелюбодеяние. А потом не приводят четырех свидетелей, то относительно них следующее. То побейте их восьмидесятью плетьми. Это первое постановление относительно них. А также не принимайте от них постановлений в суде никогда. И третье. И они являются грешниками. То есть, человек, который обвинил благочестивую женщину в прелюбодеянии, и при этом не смог привести четырех свидетелей так, что он сам является четвертым. То есть плюс еще троих не смог привести на это свое заявление. Относительно него шариат вывел три постановления, три предложения у нас пришло. А это то, что их необходимо побить восьмидесятью плетьми, то, что у них никогда не принимается свидетельство, и то, что они являются грешниками. Ясно или нет? То, что он является фасихом. Дальше Всевышний Аллах сказал, «Илля ладина табу аслаху» Кроме тех, которые покаялись и исправили. Так, вот это исключение или нет? Исключение. Так, это исключение возвращается ко всем трем предложениям? Или возвращается только к последнему, или к какому возвращается? То есть, если мы скажем ко всем трем, получается, что человек раскаившийся, его не нужно побивать восьмидесятью плетьми, от него можно принимать свидетельство в суде, и он не является грешником. И он грешником больше не является, если он покаялся. Если мы скажем, что возвращается, допустим, только к последнему, если он раскаивается и так далее, то он больше не грешник, но побить его все равно надо, и свидетельство от него все равно никогда не принимается. Понятно или нет? Видишь, разница есть. То есть, важно, этот вопрос является важным, потому что от этого зависит постановление. Во многих вопросах шариата такая форма преподнесения постановлений Всевышнего Аллаха Панута и его посланника встречается часто в шариатских контекстах. Поэтому необходимо в этом вопросе разобраться. Так вот, смотри, что касается именно этого нашего примера, то единогласное мнение, что данное исключение не возвращается к первому предложению. Все равно 80 плетьми его побить нужно. Почему? Потому что его раскаяние, это между ними и между Аллахом. Но честь женщины он задел. Поэтому за эту честь его нужно что сделать? Отомстить. Его побить 80 плетьми нужно. Плетьми нужно. Понятно или нет? Потому что честь женщины задета. Поэтому говорят единогласное мнение, что данное исключение не возвращается к первому предложению. Второе. Единогласное мнение, что данное исключение возвращается к последнему предложению. То, что этот человек, если он раскается, он больше не фасит. Он не считается за грешника. И осталось разобрать, возвращается ли это исключение ко второму предложению. Мы сказали, что побить его 80 плетьми все равно нужно. Сказали то, что грешником он больше не является. Но свидетельства от него в суде принимаются все-таки или нет? Если он раскаялся и исправил. Если он раскаялся и исправил. Большинство ученых здесь говорит, в этом вопросе есть возогласие. И большинство ученых говорит, что в этом случае оно возвращается также на второе предложение. Почему? Потому что большинство ученых говорит, что исключение возвращается на все предложения. Кроме как, если пришел костный долг, что на какое-то предложение не возвращается. Поэтому, исходя из нашего примера, получается, что исключение возвращается к последнему и ко второму предложению. Но к первому не возвращается. Почему? Из-за наличия единогласного мнения, что к первому оно не возвращается. В данном случае индуасное мнение является чем? Косвенным доводом. А мнение ханафитов в этом вопросе получится каким? Кто скажет? То, что возвращается только к последнему и ко второму не возвращается. Он не фасих перед Аллахами, перед людьми, но он что? От него средства все равно в суде не принимается, даже если он раскается. Это мнение ханафитов в этом вопросе. И правильное мнение, что возвращается ко второму предложению так же, как мы сказали, пока у нас не будет косвенного довода, что ко второму оно не возвращается. И к тому же это соответствует также логике. Потому что почему его свидетельство не принимается в суде? Именно потому что он фасих, потому что он грешник. А так как от него ушло описание грешности, соответственно ничего не мешает принять его свидетельство в суде. То есть пример усвоили или нет? Это иншаллах пример усвоили. И давайте разберем последнее предложение. И на этом завершим главу о вопросах или о контекстах хас. Частных контекстах. Исключение из утверждения является отрицанием. А исключение из отрицания является утверждением. Смотри, если ты говоришь, ко мне не пришел никто, кроме Зайда. Здесь исключение из чего является? Исключение из отрицания. То есть ты отрицаешь, ко мне не пришел никто. Потом из этого твоего отрицания делаешь исключение, кроме Зейда. Так вот, исключение из отрицания является чем? Утверждением. То есть ты этим самым утверждаешь, что Зейд пришел к тебе. Ты говоришь, ко мне не пришел никто, кроме Зейда. Этим самым ты что делаешь? Этим самым ты утверждаешь, что Зейд пришел. Теперь если ты говоришь, ко мне пришли все, кроме Зейда. Здесь исключение из чего наоборот? Из утверждения. Так вот, он говорит, исключение из утверждения является чем? является отрицанием наоборот. Здесь ты отрицаешь приход Зейда к тебе. Понятно или нет? Теперь подпишите здесь один важный момент. То, что относительно первого, он из-за нам, исключение из утверждения является отрицанием относительно этого единогласное мнение. Исключение из утверждения является отрицанием относительно этого единогласное мнение. То есть, если ты говоришь, ко мне пришли все, кроме Зейда. Единогласное мнение, что отсюда понимается, что за это тебе не пришел а вот относительно 2 исключение из отрицания являются утверждением относительно этого есть разногласие большинство ученых согласны с этим утверждением а некоторые ханафиты с этим утверждением спорят и говорят нет если мы делаем исключение из отрицания она еще не указывает на утверждение как это понять мари когда ты говоришь ко мне не пришел никто кроме заида некоторые ханафиты говорят то есть мы не знаем что случилось заедом пришел он тебе Мы относительно него приостанавливаемся. Мы не можем вынести относительно его постановление утверждение, что он все-таки пришел. Понятно или нет? Но мы приостанавливаемся. Возможно пришел, а возможно не пришел. Нам не это мнение. Их является в корне неверным. Его Ибн Алкаим сильно порицал. Говорю, потому что если мы скажем, что не всякое исключение из отрицания является утверждением, получится аннулирование смысла свидетельства. Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха. Здесь ты, кроме Аллаха, это исключение чего? Это исключение из отрицания. Нет ни одного божества, которое достойно на поклонение, кроме Аллаха. Если мы согласимся с мнением ханафитов, то получится, что относительно Аллаха мы не знаем точно, он достоин поклонения или не достоин. Но мы отрицаем достойность поклонения от всех божеств. Но относительно Аллаха мы его не отрицаем. Но и не подтверждаем. Аллаху алим. Достоин он на поклонение или нет. Получается так. Говорим, что это является неверным в корне, но исключение из отрицания является утверждением. Поэтому мы утверждаем, что все объекты поклонения недостойны поклонения, кроме Аллаха. Вот это утверждение слова Аллах означает, что кроме Аллаха, то есть Аллах, достоин этого поклонения нам. Последний момент подпишите здесь у себя, то что вот это правило, исключение из отрицания является утверждением, не касается условий. То есть если ты говоришь, нет намаза, кроме как с омовением. Это не означает, что если у тебя есть омовение, то обязательно есть намаз. Понятно или нет? Вот это правило касается всего, кроме условий. Что касается условий, то это правило его не касается. Так это последнее, что необходимо было отметить в этой главе. Со следующего урока, иншаллах, приступим к разбору главы мутлах и мукаях, то есть ограниченных и неограниченных контекстов. Субхана каллаху ма би хамдик, а шаба ла и ла и ла анта, астахфираллах, а ва ту били. А некоторые ханафиты с этим утверждением спорят. И говорят, нет, если мы делаем исключение из отрицания, оно еще не указывает на утверждение. Как это понять? Смотри, когда ты говоришь, ко мне не пришел никто, кроме Зайда. Некоторые ханафиты говорят, то есть мы не знаем, что случилось с Зайдом. Пришел он к тебе или не пришел? Мы относительно него приостанавливаемся. Мы не можем вынести относительно него постановление утверждение, что он все-таки пришел. Понятно или нет? Но мы приостанавливаемся. Возможно пришел, а возможно не пришел. Нам и это мнение, их, является в корне неверным. И его Ибн Алкаим сильно порицал. Говорил, потому что если мы скажем, что не всякое утверждение, не всякое, точнее, исключение из отрицания является утверждением, получится аннулирование смысла свидетельства. Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. Здесь ты, кроме Аллаха, это исключение чего? Это исключение из отрицания. Исключение из отрицания. Смотри, нет ни одного божества, которое достойно на поклонение, кроме Аллаха. Если мы согласимся с мнением ханафитов, то получится, что относительно Аллаха мы не знаем точно, он достоин поклонения или не достоин. Но мы отрицаем достойность поклонения от всех божеств. Но относительно Аллаха мы его не отрицаем, но и не подтверждаем. Аллаху алим, достоин он на поклонение или нет. Получается так. Говорим, это является неверным в корне. Но исключение из отрицания является утверждением. Поэтому мы утверждаем, что все объекты поклонения не достойны поклонения, кроме Аллаха. Вот это утверждение, слово Аллах, означает, что кроме Аллаха, то есть, а Аллах, достоин этого поклонения. Последний момент, подпишите здесь у себя, то, что вот это правило, исключение из отрицания является утверждением, не касается условий. Не касается условий. То есть, если ты говоришь, ла салата и ла битагур, нет намаза, кроме как с омовением. Это не означает, что если у тебя есть омовение, то обязательно есть намаз. Понятно или нет? Вот это правило касается всего, кроме условий. Что касается условий, то это правило его не касается. Так, это последнее, что необходимо было отметить в этой главе. Со следующего урока, иншаллах, приступим к разбору главы мутлах и мукаях. То есть, ограниченных и неограниченных контекстов. Субхана каллаху алихамдик, ашаба ла и ла и ла анта, астахфираллах, а ва ату вили. Ла битагур, нет намаза, кроме как с омовением. Это не означает, что если у тебя есть омовение, то обязательно есть намаз. Понятно или нет? Вот это правило касается всего, кроме условий. Что касается условий, то это правило его не касается. Так, это последнее, что необходимо было отметить в этой главе. Со следующего урока, иншаллах, приступим к разбору главы мутлах и мукаях. То есть, ограниченных и неограниченных контекстов. Субхана каллаху алихамдик, ашаба ла и ла и ла анта, астахфираллах, а ва ату вили. Неограниченных контекстов. Субхана каллаху алихамдик, ашаба ла и ла и ла анта, астахфираллах, а ва ату вили. А ва ату вили.